Ом Ти Ви Юэй про головне Вашингтон пост называет результаты встречи скромными Гардиан утверждает, что, назвав все диктатором, Байден поставил точку в соприкосновении с Пекином Я русский В круговороте текущей хроники терпящего крушения корабля российской государственности мало кто задается вопросом Смутное время уже настало? Или оно еще только впереди? Такого в мире нет Я вас уверяю В мире нет Особенно остро это ощущается на фоне бесовщины, происходящей в так называемый День народного единства День народного единства День народного единства Это наша Россия, это русская земля Новоявленный выходной совершенно не прижился в российском обществе Хотя Кремль Царь Иван Грозный был бы доволен тому, как его современные последователи в мельчайших деталях косплеят опричнину под вопли Гойда и завывание певца ртом шамана с красной кнопкой Россиян окунают в смутное время еще до политической кончины Путина Ведь Песков уже вынужден оправдываться про двойников вождя, так сказать, пока Путиных Сейчас эксперты гадают, их три или четыре, это непонятно Хотя ФСБ взялась за работу по зачистке политического поля от вероятных смутьянов вроде Пригожина, тем не менее российская традиция известна тем, что беда, она всегда приходит оттуда, откуда ее не ждали В голову бы никому не приходило Учитывая полученные сведения о составе путинской предвыборной команды, обсуждаемых ею тем под 2024 год, стало ясно Единственной проблемой РФ обозначены коварные внешние враги В условиях тотального разгрома любых альтернативных точек зрения и формирования вокруг Путина имиджа князя, получающего ярлык на княжение от китайского сюзерена Си Цзиньпина, мучительно мерещится иностранная рука, способная сломать гармонию вождя и ослепленных масс Что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного, нашего языка, традиции, культуры, на что претендовали западные завоеватели Но здесь существует важный нюанс Остался ли у России суверенитет, либо она просто разменная монета в китайских геополитических планах Сам Путин признал отсутствие у Москвы суверенного выбора Ведь начать вторжение в Украину его принудили некие неизвестные силы, которые напали первыми Правда, никаких фактов данной незанимательной побосенки кремлевец не приводит У нас другого выбора не было Это же ежу, понятно Просто бесконечно с соплями повторяет отмазку Но ведь ответственность нести придется, как ни крути Чур я не первый, чур вы тогда первой будете Как минимум за путинский геноцид украинцев и этнических русских на временно оккупированных украинских территориях К слову, Ахиллесова пята предвыборной кампании кровожадного узурпатора Как раз многострадальные жители Донбасса, Запорожья и Херсона Путин не хочет о них даже думать, ведь эта тема обнуляющая его рейтинг Движение все, конечная цель ничто Также не помышляют путинские политтехнологи о предвыборном завозе тела на новые территории в духе Крымнаша Ведь никак не могут закончить войну Если все это свести в один концепт, то имеем тотальную десуверенизацию России с ее марионеточной элитой Кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение Ах, ничего себе, да так всегда было, понимаете? Кремль окутали сети цепкой китайской агентуры Но у российских спецслужб хватает смелости инспирировать антиизраильскую истерию и погромы А не заниматься китайскими влияниями и грабительской работой Вот где воистину огромное поле для деятельности Но пекинские хозяева не велят Вы попадете в зависимости от Китая Попали давно уже И ничего вроде Еще одним трендом в рамках поворота на Азию стала скрытая дерусификация России Страной все больше заправляют многонационалы Чеченцы, тувинцы, татары и прочее Им выписали карт-бланш на самодурство и бесчинство Чего тут стоит только Кадыров, который своего 15-летнего сына Адама Назначил зампредом службы безопасности Чечни Дальше только повторение безумства Каллигулы, назначившего своего коня сенатором Действительно, тут ситуация не ведает, что творят Наконец, дело десуверенизации и дерусификации Довершает культура милитаризации российского общества На фронте прямо сейчас сражаются граждане нашей великой страны Всех национальностей В этой связи президент считает, что нужно знать и понимать Где находится корень зла и кто хочет нанести России стратегическое поражение Примат силы возведен на Олимп и давлеет над всеми иными общественными установками Огромная масса головорезов, вернувшихся со спецабосрации вместе с разгромленными вагнерами Гремучая смесь, которая окунула Россию в атмосферу распри Соответственно, альтернативы смутному времени у страны уже нет А значит, далее только еще более трудные времена под управлением клики имени Путина Честно говоря, даже боюсь вообще за свое будущее и за будущее наших людей, что будет дальше Потому что мы живем сейчас на пороховой бочке Мы не знаем, что завтра будет Мы можем предполагать, но по факту мы ничего не знаем Я считаю, что СМИ нам не говорят правду, которая на самом деле происходит Итог подводит Нью-Йорк Таймс Переговоры Вашингтона и Пекина продолжит советник президента США по нацбезопасности Салливан Он будет взаимодействовать с главой китайского МИДа Ван И Гран-Визит обернулся большим пшиком Во всяком случае, для Белого дома Какие выводы сделал Пекин, будет понятно в ближайшее время Продолжение следует... Продолжение следует...